здравствуйте дорогие пациенты я снова рад вас приветствовать на нашем канале о стоматологии меня зовут Гранцев Михаил Михайлович я врач-стоматолог это видео про несъемное протезирование несъемное протезирование это всевозможные виды протезов на имплантанты или на зубы и их все объединяет слово несъемные то есть эти протезы не снимаются само по себе видео для нашего сайта Гранцев.ру видео общее если интересно какие-то отдельные протезы или виды конструкции то у нас есть по каждой тематике отдельные видео соответствующие рубрики и на сайте и на youtube канале ну а что касается протезов несъемных у них есть пять основных преимуществ первое и самое главное это то что эти протезы несъемные они восстанавливают зубы как будто бы это свои собственные зубы как они были до разрушения второй момент эти протезы удобные и комфортные и с ними как будто бы со своими собственными зубами вы находитесь третий момент такими протезами можно есть любую еду так как они несъемные имитируют свои собственные зубы то соответственно и ограничений по еде тоже нет четвертый момент эти протезы долговечные и надежные и в отличие от съемных протезов их нет необходимости менять раз 5 или 7 лет они могут служить всю жизнь ну и 5 самое главное преимущество что эти протезы эстетичные и например если это виниры можно изготовить улыбку просто идеально и красивые лучше чем было до восстановления какие же могут быть несъемные протезы и в каких случаях применяется тот или иной вид протезирования ну начнем с малого в случае если разрушились ткани у одного конкретного единственного зуба конечно же в зависимости от объема разрушения ткани будь то 10 процентов 30 или 50 будут применяться соответствующие конструкции на сегодняшний день наиболее распространенные и наиболее качественные долговечные и современные и наиболее применяемые конструкции это реставрация из цельной керамики ну чаще и макс или цирконевые коронки например и в зависимости от объемов разрушения будет и соответствующая конструкция если это разрушение небольшое примерно там 10 20 30 процентов поверхности зуба можно использовать вкладку вкладка будет очень хорошей альтернативой пломби она будет более надежная долговечная более крепкая и зуб не будет разрушаться временем не будет образовываться вторичного колеса случае если разрушение достаточно большое и уже изготовлены большие пломбы то альтернативой большим пломбам будет керамическая накладка она будет защищать бубры и предотвращать какие-либо проблемы поломки сколы отколы трещины у зуба она будет его бронежилет как каска защищать третий момент если уже больше 50 процентов ткани разрушена то в этом случае применяются коронки коронки также могут быть цельно керамические из материала и макс или цирконий эти коронки позволяют как оба тубочки со всех сторон накрыть зуб и защищать его и при этом позволять ему служить всю жизнь в случае если ткани зуба разрушены очень сильно и остался только корень и не за что восстановить коронку не за что держаться этой коронке на кладке уж тем более вкладке в этом случае можно применять штифтово-культевые конструкции или они еще называются штифтово-культевые вкладки штифтово-культевой вкладки это такая конструкция которая выглядит как культя зуба как кошеча но у нее есть специальные отростки они называются штифты и они устанавливаются в зуба, то есть в корень канала зуба, и тем самым эта вкладка держится за корень и позволяет восстановить культивую часть зуба. И после этого, после того, когда эта вкладка устанавливается в зуб, зуб восстановлен именно с точки зрения культивой части, и за эту культивую часть мы уже можем установить коронку, она будет за эту культивую часть держаться. Ну и конечно, если есть какие-то продольные переломы зуба, сколы, расколы, больше чем 2 мм поддесное разрушение, или осложненные паронтологические проблемы декомпенсированные, или киста, или невозможно невылечиваемый перидонтит, в этом случае, конечно же, зуб подлежит удалению. И как правило, в сегодняшний день в современной стоматологии при удалении зуба, как правило, сразу устанавливается имплантат. То есть проводится одномоментная установка имплантата. И, как правило, мы в большинстве случаев именно так и делаем для того, чтобы не было убыли костной ткани, для того, чтобы восстановить зуб максимально естественно, красиво, качественно, быстро, комфортно и надежно. Ну вот поэтому одномоментная имплантация сегодня же наиболее распространенный метод. Получается, что если, например, мы удалили зуб, как правило, мы восстанавливаем одномоментный имплантант. Но важная сказать, что если зуб удалили и имплантант не установили, то очень желательно провести протезирование максимально быстро. Потому что, если, например, зуба нет, то соседние зубы могут в эту область смещаться, наклоняться. Это может приводить к неприятным последствиям. Например, наклоненный вперед седьмой зуб может задним бугром, дистальным бугром выдвинуться вверх. И это может приводить к проблемам сустава. Помимо этого, если промежуток закрывается, то потом туда и имплант не поставить, и нормально мост не сделать. Приходится сильно перетачивать зуб, убивать его, делать какие-то штифтовые культивовые укладки под наклоном. Это нехорошо. Поэтому желательно максимально быстро спротезировать. Если это мастовидный протез, ну, значит, мастовидный, ну, лучше, конечно, имплантант. И лучше, если этот имплантант устанавливается в день удаления зуба. Ну, конечно, выбрать между имплантантом и мастовидным протезом в случае, если вы находитесь не в стоматологической индустрии и немного не разбираетесь в этом, всегда сложновато. Сразу скажу, что лучше всего устанавливать имплантант, потому что соседние зубы здоровые, тогда соседние зубы не перегружаются, соседние зубы нет проблем. Помимо этого, между имплантом и зубами легко прочищать, то есть каждый зуб располагается отдельно, нитка проходит между зубами. Межзубное пространство возможно хорошо прочистить, в отличие от мастовидного протеза, и поэтому, конечно же, имплантант предпочтительный. В случае, если соседние зубы сильно разрушены, или имеют большие пломбы, они уже мертвые, и к тому же имеется дефицит костной ткани, то в этом случае, конечно, можно рассмотреть вариант мастовидного протеза, и то в этом даже сложном случае нужно подумать внимательно, потому что, может быть, все-таки провести костную пластику, установить имплантант для того, чтобы получить в перспективе максимально хороший результат, лучше, чем если это мастовидный протез. Третий вариант. Если отсутствует два зуба, в этом случае, так же, как и при отсутствии одного зуба, выбирают между тем, чтобы установить два имплантанта, или тем, чтобы установить мастовидный протез на свои собственные зубы. Как я и говорил, в лучшем случае, если устанавливается мастовидный протез, это если есть дефицит костной ткани, и при этом соседние зубы, мертвые, с большими пломбами, разрушенные под коронками, вот в этом случае можно рассмотреть этот момент. Значит, другой вариант. Если отсутствует три зуба или более зубов, в этом случае мастовидный протез уже не подходит, потому что он сильно перегружает зубы, и если сделать мастовидный протез, а это возможно, я такие работы раньше видел и до сих пор их встречаю, зубы, как правило, перегружены, у них возникают парандологические проблемы, такой мост не предназначен для того, чтобы нести нагрузку, потому что получается, что если трех зубов нет, на соседних зубах стоит опора мастовидного протеза, получается, что два зуба несут нагрузку пятерых. Это приведет к тому, что через достаточно быстрый промежуток времени, пять лет, например, или может быть быстрее, может быть, конечно, и дольше, в зависимости от устойчивости конкретных зубов, могут возникнуть проблемы, которые потребуют, например, удаления и этих оставшихся двух, и потом не будет пяти зубов, поэтому в этом случае вариант либо устанавливать имплантанты, либо делать съемный протез. В случае, если в зубном ряду осталось всего один или два зуба, то в этом случае лучше, конечно же, с этими зубами расстаться и изготовить несъемную или съемную конструкцию, которая будет изготовлена максимально долговечной. Хотя иногда и на два зуба, если пациент просит, мы делаем съемный протез, и он может за эти два зуба держаться. Что касается несъемного протезирования при полном отсутствии зубов, вот в случае, если мы удалили эти один или два оставшихся зуба, и мы хотим сделать несъемные протезы, то минимальное количество имплантантов, которые подойдут, это четыре имплантанта. Значит, четыре имплантанта – это называется технология «все на четырех» или «all and fall», в зависимости от того, какие имплантанты применяются. И, как правило, для того, чтобы такую конструкцию изготовить, устанавливается четыре имплантанта, и на них в этот же день снимаются слепки и изготавливаются несъемные протезы. Это можно делать даже если зубы удалены сегодня, сегодня же можно поставить четыре имплантанта, сегодня же можно снять слепки, и в целом сегодня-завтра-послезавтра в течение ближайших дней будет готов несъемный протез, в котором вы будете ходить. Конечно, стоит оговориться, что через шесть месяцев протез необходимо будет поменять, хотя не все это делают, но фундаментально этот первый протез считается временным. Более качественные варианты протезирования всегда ассоциируются с большим количеством имплантантов. Если это шесть имплантантов, то это будет конструкция всего на шести. Из-за того, что будет больше опор для такого несъемного протеза, то и у него прогнозы намного лучше. Ну и, конечно, наиболее оптимальное количество имплантантов для того, чтобы восстановить полное отсутствие зубов. Это восемь имплантантов. Этих имплантантов хватает за глаза для любых видов конструкции. Поэтому я надеюсь, что это видео полезное, такое общее для того, чтобы понимать, какие конструкции есть. Если интересно про каждый из видов конструкции отдельно послушать, у нас есть отдельное видео на канале и на сайте. Если вам необходимо провести тот или иной вид протезирования, то приходите, мы все внимательно посмотрим, составим вам наиболее подходящий именно вам план лечения и, конечно же, все сделаем, все вылечим. Если вам нравится наша работа, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, задавайте все свои возможные вопросы в комментариях, я на все комментарии обязательно отвечаю. Если вам нравится наша работа, то поддерживайте нас, подписывайтесь и увидимся в наших новых полезных роликах.